В Мерифянском межрайонном медицинском центре после капитального ремонта открыт операционный блок и хирургическое отделение. В церемонии открытия приняли участие председатель Харьковской администрации Михаил Добкин, председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, первый заместитель министра здравоохранения Раиса Моисеенко, заместитель руководителя области Игорь Шурма, а также депутат Харьковского областного совета Евгений Мураев. На ремонтные работы, которые были проведены в течение 2011 года, освоено 1 миллион 100 тысяч гривен, из которых 820 тысяч гривен составила субвенция из государственного бюджета. Еще 280 тысяч гривен выделено из областного бюджета. На выполнение комплексной областной программы «Здоровье слабожанщины» обновленный операционный блок оснащен современным медицинским оборудованием, многофункциональными операционными столами, операционными светильниками и другим оборудованием на общую сумму 133 тысячи гривен. Кроме этого, за средства районного бюджета закуплена медицинская мебель для хирургического отделения на общую сумму 240 тысяч гривен. У нас много лекарей такого типа в нашей Украине, но в Мерефе я уже третий раз, и я всегда приезжаю на то, что тут что-то делают, что-то открывают. Чудово на сегодня коллектив, сформованный коллектив, которым задоволен персонал, который задоволен нашим пациентам. И мы сегодня также это увидели. Люди очень-очекали эти операционные, которые сегодня сделали по лучшему стандарту. Я вам скажу одно, что даже то, что касается эндоскопической хирургии, то, что касается вопроса, например, сварки, электрозварки тканин, которая не в всех клиниках проведенных, даже в городе Киеве, тут есть в Мерефе. И это очень большое значение имеет для того, что это современные потенциалы, которые развиваются и, самое главное, которые поддерживают. Хирургическое отделение больницы рассчитано на 50 хирургических коек. Год здесь проводится более тысячи операций. Проходят лечения около двух тысяч больных. Чтобы работать на современном медицинском оборудовании, врачи отделения прошли специальную подготовку. Старое оборудование простояло в больнице около 40 лет. Мерефеанская центральная районная больница, как главное медицинское учреждение Харьковского района, признана одной из десяти межрайонных центров для оказания медицинской помощи жителям Харьковского и Змивского районов. Учреждение находится на трассе государственного значения Харьков-Симферополь. Поэтому одна из основных задач больницы является оказание неотложной медицинской помощи в случае ДТП. Только в 2011 году в Мерефеанскую центральную больницу было доставлено 112 человек, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. Особенность данной больницы в том, что она еще не является притрасовой. Учитывая огромный пассажиропоток в летнее время в направлении Крыма и в обратную сторону, мы, к сожалению, вынуждены здесь оказывать очень часто сотни случаев помощь людям, попавших в аварию и нуждающимся в срочной медицинской, в том числе и хирургической помощи. Условия, которые созданы здесь, позволят в самых сложных случаях привлекать медицинский персонал из медучреждений более высокого уровня. Здесь созданы все условия. Здесь есть вся необходимая аппаратура для того, чтобы профессионалы, работающие здесь, и те медики, которые будут здесь находиться, а я подчеркну, здесь работают две в кафедре медицинские представители, и медицинского университета, и ХМОПО. Сделали, вот я главному врачу больницы сегодня сказал, но сделали, лет на 10 сюда уже можно не возвращаться, только обновлять медицинское оборудование или докупать, если появится что-то, чего здесь сегодня нет. В Мерифянском межрайонном медицинском центре в этом году будет оборудован и лифт. Об этом на брифинге после открытия операционного блока сообщил председатель Харьковской областной администрации Михаил Добкин. Здесь были проблемы, связанные с тем, что хирургическое отделение находится на втором этаже, больных, которые попали в аварию, иногда приходится на руках, да не иногда, приходится на руках, на носилках заносить сюда. Здесь уже начаты работы по установке лифта, и в этом году здесь будет работать лифт, который сможет облегчить работу и медицинскому персоналу, по страданию людей, которые на носилках заносят по улицам. После открытия нового оперблока планируется оказывать медицинскую помощь не только жителям Харьковского района, но и Змеевского. Депутат областного совета Евгений Мураев подарил больнице пять плазменных телевизоров для комфортного пребывания в палатах после операционных больных. Харьковские и Змеевской районы области закреплены за депутатом областного совета и находятся в зоне особого внимания и участия Евгения Мураева. Поэтому все социальные проекты, проходимые в этих районах, реализуются не без его участия. Областным советом была принята программа «Здоровье слабожанчей». На сегодня мы открывали уже шестую по счету операционную, это хирургический блок. Ну, видно, что она работает. Осталось еще четыре, которые мы откроем до конца года. На сегодняшний день вопросы, конечно, бытового характера, то есть доведение палат до уровня европейского по комфорту. Сегодня мы дарили телевизор. В общем, будем участвовать, безусловно, и в строительстве очистных сооружений, в которых нуждается центральный районный больничный комплекс. И, безусловно, гинекология тоже оставляет желать лучшего. Нужно заниматься проектом по реконструкции и, естественно, привлекать инвестиции. На сегодняшний день я полностью, ну, Змеевский район для меня не новым, знаком. Да, мы закупали оборудование, делали ремонты многих медицинских учреждений. Мною были установлены стомат-кабинеты, и эта работа продолжается. Планы амбициозные, большие. Даст Бог, удастся все их реализовать. Что касательно проблем Харьковского района, я с ними только знакомлюсь. На сегодняшний день мы полностью проезжаем всю социалку. Проблемы есть, как и во всех районах, по всем направлениям. Да, в основном это касается бюджетной социальной сферы. Поэтому будем принимать участие, будем вместе и с руководством района, и с людьми делать жизнь лучше, вместе. В хирургическом стационаре работает 16 врачей, из которых два заслуженных врача Украины и два кандидата медицинских наук. Валерий Пищик, один из первых пациентов, ждущих операцию, говорит, что полностью доверяет свою жизнь врачам, которые славятся даже за пределами нашей страны. У меня резекция желудка, и я 4 месяца ждал. Я знаю этого хирурга, ну и я больше никуда... Если честно сказать, честно сказать, тут бесплатно. А там везде платить надо. Тем более я живу в Мереве. Врач у меня замечает, он мне уже делал операцию, и многим делал. К нему с Америки ездят лечиться.